Как начисляются платежи в квитанции и почему приходится платить комиссию? Работу Мособл ЕРЦ обсудили в рамках проведения социальной гостиной. Представители общественных организаций задали интересующие их вопросы напрямую представителям компаний. На каком основании написано и по телевизору говорят, и в интернете я прочитала, что пожалуйста можете пользоваться личным кабинетом. Вы видели сейчас, кто имеет право пользоваться личным кабинетом. Это молодежь. Все же лично коммунальные услуги в одной платежке удобно, но только не для пенсионеров. На деле оказалось, что без комиссии теперь можно оплатить за ЖКУ только через интернет. А им многие представители старшего поколения пользоваться не могут. Остальные способы через банки и почту плательщиков не устраивают. При оплате берут процент. Руководители общественных организаций пожаловались на большие суммы в платежках, каких не было ранее. Представители расчетного центра объяснили, что это связано с включением в квитанцию капремонта и строки за газ. Мособл ЕРЦ – платежный агент, который производит начисления и формирует квитанции по указанию управляющих компаний. Представителям расчетного центра на встрече пришлось ответить и за неточные суммы в квитанциях. Это недочеты именно в миграции базы данных. Мы забрали все эти данные, которые были в управляющих компаниях. Да, нам нагрузили очень много странных, иногда несуществующих, иногда каких-то очень древних задолженностей. С каждой из них мы готовы разбираться. Поверьте, они обязательно через месяц, через другое исчезнут. И лишнего мы с вас не возьмем. Также на собрании поговорили и на приятные для пенсионеров темы. Руководителям общественных организаций рассказали о реализации проекта «Активное долголетие» на территории Люберецкого округа и о новых приятных бонусах. С октября месяца губернаторам Московской области Воробьевым Андреем Юрьевичем будут предоставлены юбилярам, начиная с 80 лет, 80, 85, 90, 95, будут предоставляться подарки, которые будем вручать мы. Формат «Общение без галстуков» для общественных организаций работает благодаря Министерству социального развития Московской области. В социальных гостиных с 2018 года обсуждаются насущные проблемы, волнующие старшее поколение и тех, кто находится под опекой соцзащиты. Анна Троян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. Всем привет! Я Анна Троян. Вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на Ютубе и ставьте лайки. Будьте в курсе самых важных событий.